Эфирные масла широко применяются в стоматологии, а здоровье зубов зависит от состояния десен. Масла применяют при острой боли, для лечения болезней полости рта. Эфирные масла имеют обволакивающее свойство, хорошо проникают в структуру десны, лечат воспаление и заживляют раны. Самыми эффективными считаются масла, сделанные из коры деревьев, таких как дуб, облепиха, анис. Эфирные масла чаще всего используются при болезнях слизистой полости рта, парадонтите, стоматите, наличии запаха изо рта. Масло чайного дерева для зубов – это натуральное отбеливающее средство. Оно действует мягко и деликатно. Оно обладает антисептическими свойствами, имеет способность бороться с вирусами и бактериями. Также это масло борется с бородавками, различными инфекциями ротовой полости, укусами насекомых, укрепляет зубы и десны, разрушает зубной камень. Можно применять его для удаления зубного налета. Для этого сначала чистят зубы пастой, а затем наносят несколько капель масла дерева на зубную щетку и чистят зубы повторно. Это масло действует мягко и не повреждает эмаль. Польза эфирного масла гвоздики. Оно помогает унять в зубе пульсирующую боль благодаря веществу в своем составе под названием эфгенол. Гвоздичное масло получают из дерева гвоздики. В ход идут бутоны, листья и сам ствол дерева. Масло гвоздики борется со воспалением десен, обладает обезболивающим и антисептическим свойствами. Масло гвоздики активно используют не только в ароматерапии, но и в традиционной медицине для ароматизации пищевых продуктов, производстве жевательной резинки и стоматологических ополаскивателей. Масло гвоздики можно приготовить дома. Для этого нужно взять гвоздику пищевую. 5 бутонов кидают в один стакан растительного масла и кипятят. Затем остужают и прикладывают к больному зубу ватку, смоченную в этом масле. Эфирное масло пихты оказывает благоприятное действие на организм и заботится о красоте кожи. Пихтовое масло обладает противовоспалительным, иммуноукрепляющим, антиоксидантным и тонизирующим свойством. Оно помогает при обморожениях и переохлаждениях, снимает воспаление, стимулирует иммунитет и оказывает общее укрепляющее действие. Благодаря этим свойствам масло пихты часто используется при простуде. Также оно помогает бороться с проблемами кожи и улучшает ее тон, активизирует обменные процессы и разглаживает морщинки. Шалфей известен своей способностью снимать воспаление десен. Для лечения потребуется сделать настой, желательно в термосе. Для этого необходимо взять одну часть растения и залить пятью частями кипятка. Настаивать нужно не менее часа. Шалфей поможет деснам в остановке кровоточивости, защитит от неприятного запаха при полоскании. Борется со стоматитом. Масло шалфея активно влияет на общее состояние организма. Продукт укрепляет, успокаивает, благотворно влияет на голосовые связки. Антисептические и антимикробные свойства эфирного масла прекрасно работают при воспалениях и кожных заболеваниях. Трещинки, язвы и нарывы значительно быстрее заживут, если использовать шалфей как вспомогательное средство. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте с колокольчиком подписаться на канал и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое.